Всем привет! Меня зовут Николай, специалист технической поддержки компании Galileo Sky. В этом видео расскажу вам о нашем новом функционале CanLogger. Покажу как им пользоваться, какую выгоду вы можете из этого извлечь. Для работы нам понадобится терминал линейки 7.0, либо BaseBlock в последней версии прошивки, также конфигуратор версии 4.19.3, либо выше. Ну и конечно же подключение к коншине. Мы уже подключились к коншине автомобиля, увидели первые данные и посмотрим работу CanLogger на примере поиска открытой, либо закрытой двери. Вся работа CanLogger это собственно нажатие пары кнопок. Чтобы наши сообщения из коншины попали в CanLogger, достаточно нажать одну кнопку записи. Все, сообщения фиксируются, записываются, мы их уже не потеряем. Для того чтобы найти факт открытия, либо закрытия двери вне машины, достаточно опять же записать эти сообщения. И в особенности CanLogger заключается в том, что мы можем помечать сообщение цветом в тот момент, когда проводим какие-то действия с автомобилем. Вот на примере сейчас будем искать открытые, либо закрытые двери и пометим красным цветом тот момент и те сообщения, когда мы дверь открывали и закрывали, открывали и закрывали. Сделаем это пять раз и запомним это число, чтобы нам было потом проще это все искать. Вот сейчас нажму красный маркер, сообщения будут красными и начну пять раз двери открывать, закрывать, а потом сразу же остановлю запись, чтобы лишних сообщений у нас там не было. Приступим. Раз, два, три, четыре, пять. Все, запись остановили. Допустим, вы таким образом поискали несколько параметров, поменяли их, по цветам разбили. Сейчас, для примера, нам достаточно одного. Можем сохранить это все в файл. Все, файлик у нас на рабочем столе сохранен и в целом нам в автомобиле делать больше нечего. Автомобиль может ехать спокойно, приносить доход в компанию, либо по своим делам может автовладелец кататься, а вы уже в офисе с удобной, в удобном кресле, с кружкой чая, кофе, то, что любит. Будете сидеть и разбирать сообщения. Ну, выдвигаемся в офис. Теперь мы в офисе, в удобном кресле, за удобным рабочим местом. Автомобиль ездит по своим делам и все, что нам нужно, это ноутбук с последней версии конфигуратора и подключенный терминал. Далее в конфигураторе открываем заплату экран-сканера, открываем файлик, которые записали ранее в машине, нажимаем воспроизведение и ищем необходимые данные. Открыли файлик, все сообщения загрузились в Канлогер, здесь мы их видим, это 18 360, но первоначальные сообщения нам не несут никакой нагрузки информационной и важной, поэтому воспользуемся кнопками переключения между цветовыми зонами, предыдущая зона, следующая зона и переключимся сразу же на красную зону, где у нас, собственно, информация о дверях. Чтобы у нас все это проигрывалось бесконечно долго и чтобы у нас было много попыток на поиск необходимой информации, мы можем включить воспроизведение зон. Здесь появилась иконочка. Зацикливание сообщений будет происходить внутри одной цветовой зоны, которую вы выбрали. Давайте посмотрим, как это работает. Нажимаем воспроизведение и все сообщения у нас в точно таком же порядке, в такой же последовательности, как и в машине, начали появляться здесь. Попробуем найти информацию о дверях и, поскольку эта информация не так критична для автомобиля, начнем искать ее снизу. Мы помним, что двери мы открывали-закрывали пять раз. Понаблюдаем в нижней части, как часто будут и где будет меняться сообщение. У нас видно, что один какой-то байт поменял, один бит поменял свое состояние. На эти внимания не обращаем, даже можно их отметить, чтобы на них не смотреть, потому что здесь явная информация о дверях. Больно много изменений. И понаблюдаем, что же у нас меняется. Ну, пока только вот один бит. Проверим. Дойдет у нас до кругу. По кругу можно здесь вот отслеживать количество сообщений, которые Канлогер уже поиграл. И посмотрим, сколько же у нас это число меняется раз. Раз поменялось. Два поменялось. Все, у нас по кругу пошло. Заметили, перескочило с нуля. И начинаем снова смотреть. Опять же, вот раз поменялось. Процесс этот не быстрый, так что приготовьтесь и запаситесь трепением. Искать сообщения в Каншине это всегда сложно и долго. Два поменялось. Дойдем до 18 тысяч и посмотрим, сколько же раз у нас этот бит поменял свое состояние. Три поменялось. Четыре поменялось. Пять поменялось. С большей вероятностью мы можем сказать, что именно в этом бите содержится информация о водительской двери в автомобиле. Вот последний раз дверь была открыта. И опять же, видите, что уже количество принятых сообщений записанных подходит к концу. Вот количество вот этих изменяемых, количество раз изменяемых этих бит равно как раз пяти. Сколько мы раз двери открывали и закрывали. Собственно, проделав эту же операцию со всеми цветовыми зонами, со всей информацией, которую вы искали в Каншине, можно отметить для себя необходимые биты-байты, либо сразу же их записать в тег в правой части экрана после того, как выберите целый байт передачи данных, а не бит. Либо же, если в чем-то не уверены, то можете снова в следующий раз поймать автомобиль и уже не тратить время на поиск среди 50-70 идентификаторов, а проверить уже 5 либо 6 тех, что вы нашли в офисе в удобном кресле. На примере вы убедились, что использование нашего нового функционала Канлогера достаточно просто и не занимает много времени. Эту функцию вы можете использовать в любом месте, с любым сотрудником, вы можете новых обучать сотрудников, сами практиковаться в поиске. Воспроизведите этот файл неограниченное количество раз, здесь ограничений абсолютно никаких нет. Ну и пишите в комментариях, как вы еще используете Канлогер. Дальше будет еще интереснее, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok